В окопах воюет рядовой Ванька, а звезда на груди у штабной Маньки. В Маньке звезда, потому что у неё пизда. Логично, логично. Вот эта вот поговорка, она, понимаешь, она всё объясняет в нашей жизни. Вот у меня дед прошёл две войны, да, то есть вот он отвоевал финскую ранение и контузию, боевой офицер. Соответственно, половина Великой Отечественной. Тоже ранение и контузия, после этого его списали. Участвовал в киндесапском десанте. То есть это когда из 10 тысяч человек десанта, который пытался прорвать блокаду Ленинграда, в живых осталось чуть больше сотни. Среди них мой дед. У него там вот этих вот орденов, медалей целая пачка была. И я никогда, вот за всю свою жизнь, да, то есть вот дед умер, мне было 14. То есть вот за всю своё детство я ни разу не видел его в орденах и медалях. Только вот обычный цивильный пиджак с этими орденовскими колодками, и всё. Вот ни разу я не видел, чтобы он вот эти вот ордена и медали на 9 мая приколачивал себя там. А тем более я не видел его по форме. Вот эти вот петухи, которые ходят там по этим, ну, по крайней мере, раньше ещё, в советские времена, вот эти вот петухи ходили, бля. С золотыми погонами, с большими звёздами, бля. Вот, и с этим, с иконостасом до пупка. Вот мой дед про них открыто говорил-то, что вот это вот, вот, это не ветераны, это штабные крысы. А уж то, что после там 90-х годов, вот эти вот там, хрен пойми, кто, бля, ходит, бегает, бля, по этим парадам, там же ветеранов-то как таковых нет. Вот просто нет, и всё. Поэтому, что люди празднуют, я не понимаю. Кто празднует, чего, зачем, почему. Мне кажется, это какая-то тренировка, чтобы не отвлекались-то. По-моему, наоборот, это тренировка, чтобы праздновали, чтобы они думали. Ну, так я об этом и говорил, тренировка, бля, чтобы они не задумывались больше ни о чём. Вот, сказали празднуют, правильно, знаете? Дело в том, что это очень плохо заканчивается, Андрей. Ну, так всё, блядь, оно уже плохо закончилось. Чё говорить-то? Уже всё плохо закончилось. Каждым годом хуже и хуже. И все остальные тут, блядь, пытаются это о стабилисти говорить ещё, блядь. То есть ты говоришь о том, что, блядь, полная жопа, блядь. Не надо так говорить, блядь, понимаешь, это справедливые такие высказывания, блядь. Такие, знаешь, все гордые чатки такие, знаешь, вот стоят, блядь. Непробиваемые, так сказать. Ну, понятно. Ну, у тебя же там офицерский дом, халуйский. Поэтому они, соответственно, вот так и реагируют. Чё с них взять? Ты чё от них хочешь? Это вот те же самые штабные крысы, только уже потолственные. Блядь, ты знаешь, в штабе-то, блядь, иногда наши мозги, блядь, требуют сверху пить. Ну, так это требуется для единиц. Ну, то есть для тех, кто реально что-то делает. Вот, а все остальные наполнители. Им зачем мозги? Они должны делать. Они должны делать умное лицо и есть преданными собачьими глазами начальство. Все. Все.